Альфард, Камри, Супра и Лэнд Кроузер. Тойота всегда старалась давать своим моделям внятные имена. А самыми сложными конструкциями были, пожалуй, CHR до RAV4. Но тут появился он. Первый электромобиль марки, который нарекли BZ4X. Приставку BZ будет иметь каждый представитель будущего семейства. Она расшифровывается как Beyond Zero. То бишь, за пределами нуля. Четверка говорит, что появятся модели побольше и поменьше этой. AX подразумевает кроссовер. Внешность паркетника под стать названию дерзкая и необычная. Чего стоят только матовые черные вставки над колесными арками и в передних крыльях. Да ты ли это, скромница Тойота? А эти выштамповки боковин Стиву Матину такие понравятся. Под замысловатым кузовом упрятана батарейная платформа E-TNGA. Главная фишка которой – рулевой механизм без механической связи между колесами и штурвалом. Именно штурвалом. Вместо привычного круглого руля здесь стоит этакий кренди. Впрочем, рулевое по проводам – это платная опция. А вот виртуальный кокпит, многоэтажная центральная консоль и огромный тачскрин медиасистемы дополнительной оплаты не требуют. Притом мультимедийка имеет развитое управление голосом. А ещё внутри – простор да благодать, вдобавок подкреплённые совершенно ровным полом. Что, кстати, было ожидаемо. По наружным габаритам новинка напоминает вышеупомянутый RAV4, однако имеет гораздо более крупную колёсную базу. По агрегатам пройдёмся коротко. Базовой версии положены передний привод и один электромотор. А у полноприводной машины – моторов два. Батарея – одна единственная ёмкость и чуть больше 70 кВт-часов. Кстати, скроить трансмиссию 4х4 помогла Subaru, инженеры которой также принимали участие и в доводке шасси. А значит, есть шанс, что батарейная Toyota удивит азартной ездой и приличной проходимостью. Японцы пока стесняются раскрыть дальность хода, но сообщают, что электрокар способен одолеть порядка 500 км. Притом накапливать заряд поможет огромная солнечная панель, которую можно поставить на крышу за доплату. Выпускать кроссоверы Toyota BZ-4X будут на двух заводах в Китае и Японии, но продавать хотят буквально по всему миру. Первые продажи стартуют через полгода. И чем вольт и ампер не шутят, модель могут привезти и в Россию. А почему нет? Ведь покупая новенький крузак, на сдачу можно взять вот такую игрушку. Не для себя, конечно, а для своей супруги. Редактор субтитров А.Семкин